МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Заплатил за доверчивость житель города, лишился денег, доверившись знакомой. Женщину задержали за пределами региона. Чтобы детям было весело. Сколько игровых площадок установили в городе и сколько еще предстоит установить. И откуда звук? Сегодня на линию вышел первый в городе автобус с речевым информатором. На Ямале официально снят режим чрезвычайной ситуации. Эта информация сегодня появилась на сайте МЧС округа. В связи с изменением погодных условий, уменьшением природных пожаров и отсутствием угрозы ЧАЭС. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение об отмене особого режима. Напомню, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера был введен в Ямало-Ненецком автономном округе 27 июля. В связи со сложившейся пожарной обстановкой. Полицейские устанавливают местонахождение женщины цыганской внешности. Ее фото вы сейчас видите на экране. На вид ей около 35-40 лет. Плотного телосложения, рост примерно 160-165 сантиметров. Волосы темные, глаза карие. Вместе с ней может находиться несовершеннолетний ребенок. Тех, кто знает что-либо о ее местонахождении или владеет иной информацией, просят позвонить по телефону 02-318-010 или сообщить по телефону доверия 318-222. Цена доверия житель города лишился 10 тысяч рублей, попросив знакомую положить их на банковский счет. Однако дама нашла деньгам другое применение. Уже в банке она вдруг решила их прикарманить и уехала за пределы региона. Потерпевшим уже сообщила, что его просьбу выполнила. Когда обман вскрылся, мужчина обратился в полицию. Бегунья была объявлена в федеральный розыск, а позже задержана. Сейчас ей официально предъявлено обвинение. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления. Предусмотренного статьей 160 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Присвоение. Хищение чужого имущества, веренного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину. За данное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования. В Ноябрьске задержали сотрудника МЧС. Мужчина покупал в городе наркотическое вещество. Сбытчику он перевел нужную сумму, а взамен получил данное о местонахождении пакетика с заветным зельем. Однако довести начатое дело до конца ему помешали полицейские, которые поймали его с поличным. Сейчас уголовное дело с обвинительным приговором направлено в Ноябрьский городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Взяли его на закладке, то есть когда он уже перечислил деньги и в условленном месте взял наркотик и таким образом приобрел его. В настоящее время прокурором города Ноябрьск подделал утвержденное обвинительное заключение и оно направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения. Чиновников и коммунальщиков будут проверять раз в два года. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Они будут проводиться на основании ежегодных планов, согласованных с прокуратурой субъекта. Инспекция одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица предлагается устраивать не чаще одного раза в два года. Внеплановые проверки, согласно подготовленному Минрегионам проекту, также должны согласовываться. Ожидается, что принятие законопроекта исключит дублирование проверок контрольных органов различного уровня. То есть разные ведомства не будут проделывать одну и ту же работу по несколько раз. Ноу-хау в городском общественном транспорте. Сегодня впервые на линию вышел автобус, оборудованный речевым информатором. Все как в метро. Двери открываются, остановка такая-то, двери закрываются. Теперь случайно пропустить нужную станцию будет сложно. Наша съемочная группа проехала в автобусе по городу и оценила это новшество. Сначала удивление, а потом одобрение. Так в основном реагируют горожане на то, что теперь автобус. Пока только один, который курсирует по второму маршруту и довезет куда надо, и по дороге расскажет о маршруте следования. Это поездка говорящего автобуса первая по-ноябрьскую. Речевой информатор на него установили на днях. И, как говорят сами пассажиры, для них это приятная и долгожданная новость. Зимой темно. С трех часов дня очень темно. Не видать. Стекла запотевшие, замороженные. Часто люди проезжают в свои остановки. Поэтому лично я проезжала. Поэтому я за, чтобы объявляли остановки. Я за. Для меня, в принципе, это не новое. Я недавно приехала в Ноябрьск. Вот из Уфы там это достаточно распространено. То есть во многих автобусах есть такие оповещатели. Ну, не знаю. В принципе, мне как бы без разницы. Я уже привыкшая. Но, наверное, для пожилых людей, которые в большей части ездят на автобусе, это важно. Потому что не только знать, какая остановка, но вообще то, что объявляют, что двери открываются, закрываются. То есть, чтобы было меньше травм. Сколько ждали, сколько обращались пенсионеры. Ну, зимой стекла замерзнут. Ждешь, ждешь, раз проехал. Потом обратно надо. Или пешком идти, или очередной ждать. Это правильное решение. Приятный женский голос не только объявляет остановки, но и сообщает пассажирам другую полезную информацию. В том числе и напоминает о правилах поведения в общественном транспорте. Рад новинки и водитель автобуса Андрея Лиференко. Говорит, теперь пассажиры своими расспросами не будут отвлекать его от дороги. Перед каждой остановкой я нажимаю, а дальше уже автоматически идет информация. Ничего страшного. Нет, удобно. У нас в городе очень много приезжих. И на каждом маршруте люди спрашивают, какая остановка, где, как доехать. А так очень удобно. Есть речевой информатор. Как бы не нужно, не отвлекает кондуктора. И ко мне тоже стучаться. Я понимаю так, что чем больше информации будет в автобусе, любой, ну, до того, даже социальную рекламу можно крутить, тем лучше и удобно будет для наших пассажиров, для наших жителей. В планах у нас установлены все автобусы, которые обслуживают городские маршруты. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – торговый комплекс. Ольга Попова, Григорий Куроптев, новости нашего города. Горячая линия Роспотребнадзора заработала на Ямале. Она создана для оперативного решения вопросов по организации надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории округа. Горячая линия предоставит актуальную информацию о правах потребителей в области потребительского рынка, а также о проводимых мероприятиях по санитарно-охране территории региона. Кроме того, номер позволит управлению Роспотребнадзора осуществлять мониторинг осведомленности жителей Ямала в вопросах, связанных с ее деятельностью. Горячая линия работает в выходные и праздничные дни. Звонки с любого номера бесплатные. Позвонить можно по номеру 8 800 300 03 12. Ответят все. Вступила в силу новая редакция одной из статей Градостроительного кодекса. Согласно ей, за вред причиненный вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ответственность будут нести не только строители, но и технические заказчики зданий и проектировщики. Ранее в документе фигурировали исключительно исполнители работ. Кроме того, вводится компенсация пострадавшим сверх суммы возмещения причиненного ущерба. Добавлю, статья предусматривает и ответственность за неправильную эксплуатацию зданий. Здесь она ложится на плечи собственников. 32 обновленные детские площадки появились в ноябрьске. Еще одна будет смонтирована до конца года. Работы по установке комплексов обошлись городскому бюджету почти в 720 тысяч рублей. Комплексы установлены на землях общего пользования и доступны всем жителям города. Напомню, в 2012 году город закупил 66 игровых комплексов на общую сумму 4 миллиона рублей. Каждый имеет свои индивидуальные особенности и не похож на другой. Решение о размещении площадок принимали в администрации Ноябрьска с учетом обращений жителей. Оставшиеся 33 комплекса установят в будущем году, сразу после того, как будут получены согласования от других городских коммунальных организаций. Для въезда работы на территории нашей страны мигрантам из ближнего зарубежья в скором времени может понадобиться специальная рабочая виза, такая же, какую сегодня получают гости из дальнего зарубежья. Об этом говорится в законопроекте, накануне внесенном в Госдуму. Напомню, сегодня рабочую визу на основе разрешения полученного работодателем обязаны получать все граждане дальнего зарубежья. Однако приезжие из соседних стран, таких как Киргизия и Таджикистан, рабочим визам предпочитают разрешение на работу или патенты. Предложенное в законопроекте обязательное получение рабочей визы значительно укрепит правовое положение самих трудовых мигрантов, уверены в правительстве. Ведь зачастую нерадивые работодатели их права нарушают. Кстати, и в этом правиле будет исключение, рабочую визу не придется получать гражданам Белоруссии и Казахстана. К слову, с нового года планируется повысить взносы в пенсионный фонд для трудовых мигрантов. Таким образом, авторы законопроекта надеются заставить работодателей нанимать граждан нашей страны, а не искать дешевую рабочую силу на стороне. С повышением взносов это попросту станет невыгодно. И в завершении выпуска о спорте. Питерский «Зенит» в первом матче серии плей-офф Лиги чемпионов UEFA разгромил португальский футбольный клуб «Пасужды Феррейра». С первых минут синие-бело-голубые завладели инициативой, но португальцы держались больше половины тайма. На 27-й минуте Роман Широков с передачей «До них» в однокровно вогнал мяч ворота соперника. Второй тайм практически начался с ответного гола португальцев, но и «Зенит» достаточно быстро дал сдачи. После розыгрыша углового снова отличился Широков. Третий гол питерцев забил Александр Киржаков со стандарта, ну а точку в матче поставил все тот же Роман Широков с передачи Аршавина. Крупный счет практически гарантировал «Зениту» место в групповом турнире Лиги чемпионов. На официальном сайте Международной Федерации Футбола начался прием заявок на билеты Чемпионата мира 2014, который пройдет в Бразилии. Для тех, кто не является гражданином Бразилии, билеты на матч открытия турнира с участием хозяев стоят от 220 до 495 долларов. Цена на остальные игры группового этапа от 90 до 175 долларов. А вот тем, кто хочет попасть на финал, придется раскошелиться на сумму от 440 до 990 долларов. Если число заявок на билеты конкретной категории какого-либо матча превысит число имеющихся в наличии мест, то организаторы приведут лотерею, которая определит обладателей заветных критков. Посмотреть этот выпуск новостей, а также другие, можно на нашем канале в Ютубе. А оперативно прочитать новости города и региона вы всегда можете на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Присоединяйтесь к группе новостей нашего города, и вы всегда будете в курсе событий. А у меня на этом все. Я желаю всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 22 августа в Салихарде дождь, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. В Муравленко переменная облачность, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура 13 градусов тепла. В нашем городе облачно с прояснениями, ветер южный до 1 метра в секунду. Температура плюс 12 градусов.